Завершило праздничные мероприятия торжественное собрание в областной филармонии. Здесь также честовали лучших сотрудников полиции и лучшего следователя, победителя областного конкурса Шерлок Холмс. Эти люди не делят преступления на громкие и рядовые. День за днём они честно и стойко выполняют свой долг. За 10 месяцев этого года сотрудники правопорядка поставили точку в 5000 дел, 250 из которых преступления прошлых лет. Многие из них раскрыть казалось невозможно, но новгородским полицейским всё же удалось найти истину и восстановить справедливость по букве закона. Благодаря вот таким людям, которые сегодня празднуют праздник, Новгородская область не только динамичный и стабильно развивающийся экономический регион, но я считаю, что один из самых безопасных регионов, где наши жители спокойно живут. На ваших плечах сотни тысячи раскрытых преступлений, спасённых жизнью. И это ваш труд. Мы гордимся вами и вами гордятся все земляки Новгородчины. Первый вице-губернатор Вероника Минина вручила лучшим сотрудникам органов внутренних дел областные награды. Медали «Новгородская слава» удостоен начальник областного управления МВД Сергей Коломытцев. Почётные грамоты правительства, специалист миграционного пункта по Солецкому району Надежда Лунина. Кроме того, девять полицейских получили благодарственные письма губернатора. Поздравила правоохранителей с профессиональным праздником и председатель регионального парламента Елена Писарева. Вы люди мужественной профессии. Вы люди очень ответственные. Вы люди, на которых можно и нужно равняться. Нет ни одного человека, наверное, на земле, который так или иначе не сталкивался с работником полиции, не сталкивался с тем случаем, когда ему нужна помощь. Дай вам Бог здоровья, дай вам Бог сил, мужества, чтобы, конечно же, приходить на помощь всем тем, кто в этом нуждается. Тёплые слова в адрес работников структуры прозвучали и от митрополита новгородского и старорусского льва. Также в рамках церемонии назвали имена победителей конкурса «Шерлок Холмс». Это следователи, раскрывшие самые сложные преступления. Более подробно об итогах конкурса в наших выпусках завтра.